Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения, Урарту, основа генеалогического древа народов мира. Состоялся вечер памяти памятника Веду Самвелу Карапетяну. В поселке Кармиршука Арцаха планируется построить 150 домов. Сирийской армии разрешили стрелять по турецким беспилотникам без предупреждения. Виды рыб, обитающие возле Иван, получили новое название. Сборная Армении по футболу отбыграла сборную Исландии в Ереване. На этой карте изображена гора Рарат, или то, как Ной и его потомки засияли всю землю из Армении после Всемирного потопа. Таким образом, Армения, Урарту находился на территории Западной Армении, станет основой генеалогического древа народов мира. Генеалогическое древо было опубликовано в лондонском журнале, предположительно находящемся в Лондонском музее в Англии. Самый важный факт, который мы упоминаем об Армении на мировой арене, заключается в том, что Армения первой приняла христианство в качестве государственной религии. Но более чем странно и интересно, что Армения одна из трех стран на Вавилонской глиняной карте 6 века до н.э. То есть уже более 2600 лет мы занимаем свое место на самой старой карте мира. Полная версия статьи доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. Уважаемые соотечественники! 27 марта в холле Союза архитекторов Армении прошел Вечер памяти Самвела Карапетяна. Вечер памяти организовали коллеги Самвела Карапетяна, сотрудники Фонда изучения армянской архитектуры. Чтобы отдать дань уважения любимому интеллектуалу и его яркой памяти, собрались представители разных поколений и профессий. Мероприятие началось с показа видеофильма, снятого фондом. В фильме представлены кадры из жизни и творчества популярного памятника Веда. Во время поминального вечера все почтили минуты и молчания память героев 44-дневной Арцавской войны и Самвела Карапетяна. Вел мероприятие писатель и публицист Артур Андроникян. Воспоминаниями о Самвеле Карапетяне поделились заслуженный архитектор Республики Армения Мукартыч Минасян, заслуженный архитектор Республики Армения Нарекс Аркисян, географ и картограф Рубен Галчан, основатель и художественный руководитель ансамбля традиционной песни и танца Карин Гагик Гиносян и руководитель филиала Жора Манучарян. К 80-летию отца Самвела Карапетяна Геворга Карапетяна организаторы каждого выступления посвящали двухтомник произведений, изданных Фондом изучения армянской архитектуры, а также из очередного номера журнала этой же организации «Аренда». Отметим, что помимо выступлений здесь были представлены работы Самвела Карапетяна. В заключении Эмма Абрамян, вдова историка Самвела Карапетяна, директор Фонда изучения армянской архитектуры, сказала, что любимого ею человека не был рядом с нами год и месяц, но все продолжают работать в том же духе, сохраняя память о нем и продолжая его незавершенное дело. В поселке Кармиршука Арцаха планируется построить 150 квартир. Об этом Ньюс АЭМ сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Арцаха. Поселок Кармиршука Мартунинского района Арцаха расположен в юго-восточной части республики. По словам мэра, часть населения занимается земледелием, растениеводством и животноводством. Также имеется 2-3 крупных фермерских хозяйства. Производится масло и вино, развивается древообработка и другие мастерские. Многоквартирные дома строятся в поселке с помощью Арцахского инвестиционного фонда. В селе планируется построить 150 квартир. В поселке есть медпункт, но условия в здании плохие. Есть скорая помощь. Есть опытные медсестры, а врачей нет. Сирийским системам ПВО было приказано без предупреждения сбивать турецкие беспилотники во всех частях воздушного пространства страны. Как сообщает информагентство Авиапро, причиной такого резкого решения стало обострение ситуации на северо-северо-западе Сирийской республики джихадистами вооруженных сил Турции. Турецкие беспилотники очень эффективны в Сирии и Ливии. Благодаря российским системам военной защиты БУК М2Е, обслуживающим сирийскую армию, сирийские военные до сих пор могли эффективно поражать турецкие беспилотники, в том числе беспилотники Байрактар. Помимо основной рыбы тареха, в самом богатом содой озере мире, озере Иван в Западной Армении, может жить новый вид рыб. Этот новый вид рыб получил название «маленький коралл озера Ван». В 2018 году новый вид рыб длиной 5-6 см жил между кораллами, превышающими 13 метров, в озере Иван. На рыбах, обнаруженных около трех лет назад, были проведены многочисленные научные исследования, на основе которых была составлена программа в социальном отделе жандармерии центральной провидции Ивана Артамет. В рамках проекта состоялась презентация недавно обнаруженной рыбы. Сборная Армении по футболу впервые начала отборочный турнир к Чемпионату мира по футболу с двух побед подряд. Официальная твиттер-страница Чемпионата мира по футболу FIFA прокомментировала это достижение команды под руководством испанца Хуакина Капараса, опубликовав фото сборной Армении после победы над исландской командой со счетом 2-0. Напомним, что в первом матче сборная Армении в Адуце обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1-0. А далее для вас Тагаран. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok